лекции по искусственному интеллекту нам нужно рассмотреть все две вещи это примеры обработки списков вопросы сразу задавайте вот перед вами были там другие студенты они кое-что не поняли но к сожалению я не понял что они не поняли не объяснили мне поэтому я не чем помочь не могу пока так ну ладно значит вот мы первый простой пример определить длину списка напоминаю что список вот такая конструкция номер один два три процента списком появляется вот эта часть это переменная которая унифицирована списка со списком очевидно что длина пустого списка равна нулю вот это высказывание выглядит так как будто бы это факт на самом деле это правило правило который принципе как правило если его переписать более таком понятном виде у нас есть список l и у него длина будет 0 если l это пустой список то есть видите вот это вот равенство то есть это лунификация то есть дополнительные условия на истинность этого лента но мы можем сократить запись процессе программирования вы конечно можете можете на такие вот высказывания смотреть что это факты если список не пустой то есть у него можно отрезать голову до отрезаем голову сам деле я напоминаю чтобы и не отрезаем мы просто список представляем в новом форме что xd почему будет у него длина равна цена будет равна у него н хотел букву l поставить на потом подумал что ассоциация может лишнее создаться со списком м плюс 1 м это длина хвоста длина хвоста ведь я вот говорю длина хвоста на просто эту фразу и тут же и формализирую формализует то есть виде прологовского высказывания длина хвоста равна синтон баре был x так и должно быть ясным согласен вот это вот замечание он и говорит о том что наш переменный один раз используется вообще два основных случая имеют место в этот момент на первое то вам это переменная не нужно и второе где-то забыли и второй раз использовать в данном случае первый вариант из она мне нужно нам же все равно какой элемент мы считаем уже просто по порядку 1234 а что его там внутри этого элемента находится там все ровно при счете длина пустого списка 0 вот из первого правила до список такого эти марки с 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 это как раз замечательное свойство унификации нам нужно чтобы в н попало вычисленное значение как мне старается мы здесь пишем из что делает из из вычисляет то что находится справа как выражение то есть м может быть еще какое-то выражение вот и и выражение можно вычислить если все переменные разыменовываются в числа по что-то вычислимая то есть номер так вот она не будет работать какой-нибудь его поровну из 4 плюс 6 она вычислить до 10 будет а если мы здесь поставим x здесь напишем x равно y выдаст ошибку что аргументы not sufficiently instantiated то есть не хватает данных для вычисления будем так читать консалт буфер обновляем нашу программу получилось четыре элемента 1 2 3 4 второй пример принадлежность элемента списку элемент принадлежит списку получается в том случае если он находится в голове списка если же он не находится в голове списка где он должен быть если список у нас можно представить в таком вот виде если он естественно не пустой он находится в хвосте списка находится или элемент единица в списке например таком находится еще пытается еще раз найти и два ответа может быть на например что его такой список тру тру можно в обратную сторону использовать какие элементы находятся в нашем списке 3 5 и так далее можно еще вот такой вот запрос задать хитрый таким должен быть элемент например l так чтобы в нем находилась десятка и получилась им на самом деле это стандартный бредикат мембор слэш 2 слэш 2 это количество аргументов этот им им слэш 2 это обозначение кредикатов полу так делается то есть кредикаты идентифицируются своим названием и количеством аргументов 2 и 3 аргументные предикаты это разные предикаты так ну давайте добавление одного списка к другому еще сделаем об назовем слэш 3 что мы от него хотим это есть список l1 список l2 а второй это будет l1 плюс l2 ну плюс в смысле добавлены l1 добавляем l2 так можно написать то есть это просто строка она никак к прологу не относится так как мы отрезаем головы прекрасный язык головы отрезаем с левой стороны поэтому на вот этот вот аппенд можно смотреть немного по-другому что мы списку l2 с левой стороны добавляем l1 и вот если l1 пустой то если мы l2 добавим то в результате мы получим l3 который на самом деле будет равен l2 ну и чтобы тройку не писать можно сократить то есть если первый список пустой то второй совпадает с треком ну или результат добавления первого второго будет совпадать со вторым списком иначе если первый список не пустой тогда мы у него можем отрезать голову это один я обозначу хвост первого списка это второй список тут очевидно будет хвост какого-то третьего списка ну и по идее в этом списке где-то должен быть элемент x в начале да находится значит как узнать что такое t3 t3 это добавление к t1 списка l2 и получается t3 да ну то есть мы сначала решаем проблему вот с этими двумя списками t1 0 2 потом на основе полученного решения t3 строим список t3 который является объединением уже вот этих всех списков вот этих двух списков append 23 a b c получаем результат какой то 1 2 3 а b c можно такой вопрос задать 1 2 3 какой должен быть второй список чтобы если мы слева к нему добавим 1 2 3 получится 1 2 3 а b c получилось вот к уровню а b c можно в принципе переменную вместо первого списка поставить я тут случайно буквы беру то есть они ничего не обозначают получается так какие должны быть списки t и q чтобы их объединение давало 1 2 3 а b c по факту это программа которая делит наш список на два под списка всеми возможными способами это кстати у меня любимое свойство пролога когда вроде ты пишешь одну программу а на самом деле ты пишешь несколько программ одновременно в зависимости от того как потом передать параметры но это не всегда так но можно понять взять из лабораторной работы пример рассмотреть что ты все позакрывал сейчас запущу а это не то вот инвертировать список кстати очень интересная задачка вроде простая но есть короткое но неэффективное решение на прологии есть чуть чуть посложнее но эффективное решение то есть линейной сложностью а второе первое там экспоненциально по моему спорту тоже ну давайте сначала с экспоненциальной сложностью сделаем использовать этот аппенд то есть идея такая то есть нам нужно инвертировать список то есть сзаду наперед его записать инф1 назовем его или инфб бет который пустой сам себе является инвертированным списком так инфб значит если первый список не пустой значит у него можно отрезать голову я специально это повторяю потому что это практически все время присутствует тесно будет результат значит как мы уже там обсуждали результат есть объединение каких-то двух списков значит у нас в конце должен быть x а здесь какой-то должен быть инвертированный t по сути а у нас не экспоненциальный он у нас квадратичный да для каждого элемента должны проходить предыдущий список предыдущий список полностью получается nn да 4 3 2 1 вот а линейный вариант инф называется просто у него три аргумента это то что осталось преобразовать это то что мы уже преобразовали то есть если нам больше нечего преобразовать то что мы преобразовывали и есть решение тут будет немножко трудновато это понять конечно даже для меня было одно время когда я изучал это все если же у нас список не пустой то что то на входе и получается результат на выходе то есть x перемещаем вот в этот список то есть в л у нас находится все что было обработано вот где-то здесь то есть до икса раньше как-то потом за ними идет x и за ними будет идти элементы из t ну или перед ними да перед ними то есть наоборот то есть те элементы которые мы работали раньше которые были раньше то есть с левой стороны от входного списка или во входном списке они все уже там в l находятся а перед иксом будет все что в t то есть получить таким образом получаем инверсию но единственная проблема нам тут надо запускать как трех аргументный предикат второй всегда пустой список этот уже линейно выполняется для пользователя мы можем создать интерфейсный как как бы так сказать правильно вариант л л л пустой список здесь стоит пустой список потому что перед ним мы ничего не обрабатывали значит трех аргументный инф и двух аргументный инф это разные предикаты поэтому здесь проблем с идентификацией не возникает никаких тут вот вот типа прямой вывод в прологе ну пример номер сортировку возьмем самая тупая в мире сортировка это сортировка нет тупая это конечно это там когда мы случайным образом переставляем и всякий раз проверяем но из таких из детерминированных это сортировка перестановкой пертурбейшн сорт что я бы пьесу сортировка перестановкой у нас есть входной список и отсортированный список так вот отсортированный список это перестановка списка L то есть S есть перестановка списка L такая что S отсортированный то есть нам осталось эти два предиката определить пертурбейшн перестановка пустого списка есть пустой список опять же не пустой список не уже я устал повторять эту фразу ладно уже не будут так пертурбейшн тут очень какая хитроумная комбинация значит P у нас такой что если из него удалить X то получится перестановка хвоста так а перестановка хвоста это вот эта штука Pt теперь D осталось запрограммировать то есть удаление элемента из списка значит если эти три аргумента да source target например то есть в T находится элементы из S но без одного элемента X так вот если S опять же представим в таком виде то есть удаляем элемент в голове находится то тогда остаток и есть результат удаления иначе в случае когда он в голове находится да Y T D 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 Это сравнение того факта что Y Это не совпадает с X потому что в принципе у нас в одном списке может быть несколько элементов мы например хотим удалить первый элемент первое вхождение второе вхождение третье вхождение индивидуально поэтому поэтому здесь не будем лишних ограничений ставить что мы как дт получаем это удаление из x а из t получаем дт дт то есть результат удаления элемента из хвоста первого списка сейчас проверим сначала правильного сад был работы удалим единицу из списка такого куда записать 324 вот если у нас единицы два раза встречаются данные два раза можем удалить удаление всех вхождений вы можете в качестве примера себе в качестве упражнений удалить все возможное вхождение так что нам осталось теперь сорта указать до сорта сорта это свойство пустой список является отсортированным свойство вычлением предикатов первого порядка это предикат имеющий всего один аргумент например пример свойства на что сократ человек пусть и нотации впечатления предикатов это в прологии ты сократ обладает свойством быть человеку сократ является философом но это кстати вариант записи двух аргументный в данном случае это конечно не свойство но по сути говоря философа сократ смотря как формализуем ну вот чисто структурно свойства этого песен одноместный предикат именно предикат то есть он истинный или ложный не путать с функциями который является терминами которые являются которые обозначают некоторый объект сортить ст так здесь надо второй элемент а теперь видите у нас выпадает списке длиной один элемент который тоже является сортированными то есть одноэлементные списки все то есть неважно какой там элемент стоит отсортированный теперь списки в которых больше чем два элемента рассматриваем ну пусть у нас сортировка будет по возрастанию в таком списке x у нас должен быть меньше или равен y что-то я сразу обращу внимание на то что такой конструкции нету ой вот такой конструкции прологии вот такой тоже нету соответственно больше ли равен это будет такая что-то просто вот это на импликацию похоже это кстати тоже мы не так собрали чтобы не было путаницы ну соответственно есть больше там меньше равно такое вот что равенство есть работают вот эти сравнения как из то есть они правда вычисляют значение как с левой стороны так и с правой то есть это арифметические сравнения если значение вычислить невозможно да то возникает ошибка ну как вот вон та instantation error ладно в общем чтобы список был сортированный надо чтобы два элемента в голове правильно находились в порядке и список yt тоже должен быть отсортированный не просто t, а yt потому что y там сравнивается следующим элементом то есть он с элементом который слева стоит и потом с элементом который по справа стоит тоже сравнивается поэтому мы его не забываем мы смотрим пьес у нас заработал нет кстати естественно ну вот река ты а ну это вариант установки этих шестерок ну это решение получилось ну двигаемся дальше вопросов нету значит вы все понимаете вообще крутые студенты я наверно все это смог освоить с третьего раза у меня была попытка в школе освоить неудачная потом или две или попытки было а нет потом было на первом курсе в сентябре и потом только когда нас отправили отдыхать в Саяны и в Аршан в санаторий по бартеру там компьютера не было пришлось книжку до конца прочитать братко не считаешь мы в школе да ну да ну вот я начал понимать вот суть того как проектируется программа именно прочитав книгу братко там вот прям написано как нужно мыслить кстати надо записать наверное вам тоже представить то есть первым делом вы рассматриваете частные случаи номер сорта то есть вы берете ну вот у вас свойства да сортированный список что мы можем сказать для пустого списка является он ассортированным да является пустой список у него длина равна нулю да потом список из одного аргумента является ассортированным ну да он является вот мы записали факт потому что он ассортированный теперь следующий прикипал список потом два и больше элементов мы соответственно можем отрезать эти два элемента спереди значит в t все остальное если в списке всего два элемента тогда t будет пустой если в списке три элемента то в t попадет один вот этот последний элемент ну и так далее можно так порассуждать посидеть вот и что нужно какие еще ограничения на этот список надо добавить наложить так чтобы вот это вот высказывание сорта было истинно так как мы считаем отсортированными списке где элементы расположены по по возрастанию ну по неубыванию получается если более точно то тогда мы накладываем ограничения на вот эти известные элементы нашего списка x и y x x x x x равно видеть дальше мы думаем продолжаем рассуждать приходим к выводу что этого недостаточно надо чтобы еще был вот этот список отсортированы все остальные элементы тоже были отсортированы и получается вот такая штука но если хотите можно еще верну обратно планшет вспомнить метод индукции жив до 4 курса и умеете виртуозно владеть я только научился когда стал заниматься кандидатской диссертации непосредственно изучать эту логику более-менее подробно в политехе там не то чтобы там плохо как-то это преподавали а просто не туда акценты ставили есть такой очень простой пример задачки что сумма элементов начиная с единицы не черных элементов то есть 1 3 5 7 равно квадрату некоторого целого числа на самом деле н равно номеру последнего числа 1 2 3 4 4 впадать можно в принципе нарисовать это все выглядит вот у нас один квадратик здесь у девица 10 ну добавляем 3 до подрать это будет 2 к этим трем добавляем 5 квадратик 1 2 3 4 5 и таким образом видно дальше у нас квадрат получается площадь площадь здесь получается сколько у нас 9 то есть 3 квадрата равна 9 здесь получается 16 но это не равно ага и такой знак соответствует что-то соответствует чему-то тождественно ли там ну и метод индукции то есть как доказать то есть нам нужно доказать что для любого н ну запятая как не буду использовать не рисовать н нам нужно доказать что для любого н ну запятая как не буду использовать не рисовать н натуральное число там поможет с нуля да чтобы н было больше единицы все равно единица и при этом так а тут кстати как правильно это писать до любого н больше в единице а ну это высказывание сумма и равного единицы то н это номер это у нас н получается вот в этой записи до н 2 н он посоединиться начали до считать наше честно это будет 2 и минус 1 равно н в квадрате о чем мы хотим доказать ну обычно математики вот это все не пишут с этой скобкой пишут в конце пишут что опять н принадлежит н но в методе индукции по идее вот если вы его когда изучаете надо помнить что тут есть вот этот квантер что есть ограничение там определен здесь у нас конъюнкция вот конъюнкция или тут кстати может быть импликация тут надо внимательно посмотреть то скорее всего импликация что у нас есть некоторое число и для этого числа выполнится да вот тогда импликация точно но теперь вспоминаем наш первый шаг это база индукции база индукции рассматривается для наименьшего номера объекта в данном случае но для единицы что мы делаем мы подставляем н вот этот база индукции и получаем сумма до н равного единице и равно единице и помню помню там еще как было п единицы должны доказать утверждение п при параметре при аргументе единица номер счетной последовательности школьники так ладно переписывают дальше у нас на 2 н минус 1 напишу как для школьников то есть разжевывать было подставку то есть раскрываем эту сумму получается у нас 2 умноженное на единицы у нас единица всего один член до от 1 при единице это равно почему это 2 минус единица единица что равно единица в квадрате что равно н в квадрате при н равном единице то есть получается смотрите что получается это если вот тут зачеркнуть так вот равняется н в квадрате то есть совпадает с этим выражением но только в случае н равном единице то есть только в этом случае обратно беру вот это подчеркну второй шаг возвращаем зеленый цвет там рассматривается индуктивное предположение да по схеме доказательства наше индуктивное предположение такое что из п н следует п от н плюс 1 смотрит здесь у нас равенство то есть предикат этот п соответствует вот этому равенству нет что когда я в математике получил дискретную у меня ширина и руки были чтоб на что что у нас является высказываем в данном случае равенство аналогично здесь должно быть тоже какое-то равенство поэтому значит птм переписываем его это будет сумма и равна единице до н 2 н минус 1 равно н в квадрате птм плюс 1 теперь записан сумма и равна единице до н плюс 1 квадрате это и н которые вот это разные вещи вот в этот н мы поставили н плюс 1 получили н плюс 1 2 н минус единица должно быть равно н плюс единица квадрате это у нас н плюс 1 ну теперь нам как-то нужно их связать с другом то есть вот исходя из этого исходя из этого предположения вот эти выражения вот такого вида мы можем заменять на н в квадрате если вот это мы раскроем распишем то получится у нас так сумма и равна единице то есть это равно от 1 до n 2 n минус единица плюс 1 подставляем n плюс 1 получается 2 на n плюс 1 минус единица то есть это n плюс 1 член вот этой суммы равно n плюс единица квадратить то есть мы этот n плюс 1 так вот расписали и теперь вот из этого из этого равенства мы можем вот эту штуку заменить на n в квадрате потому что сумма равна единице n 2 n минус 1 равно n в квадрате в результате получается что у нас равно или там эквивалентно n в квадрате со скобкой распишу сразу 2 n плюс 2 минус единица квадрате n плюс и внизу квадрате то есть n в квадрате плюс 2 n плюс 1 равно n плюс 1 квадрате понятно дошкольное можно в принципе расписать тоже если вы там в чем то сомневаетесь n плюс 1 на плюс 1 там n в квадрате плюс n плюс n и плюс 1 ну 2m получается то есть получается равенство да если даже школьную не помните алгебру да в принципе тут этого и не нужно ну и кстати мы из того что p n предположение что это истина да мы доказали вот это равенство соответствует высказыванию p n плюс 1 без вот этого предположения мы бы не смогли сделать вот эту подстановку и соответственно доказать ну и вот когда мы эту схему заполнили из двух шагов да простой математической индукции тогда мы можем утверждать что у нас имеет место быть когда высказывали что для любого n целого большего единицы вот это выражение истина надеюсь понятно да довольно простая задачка второй пример обобщенная была у вас обобщенная индукция обобщенная индукция так что нужно доказать что любое целое положительное число больше единицы является либо простым либо представимым в виде произведения простых чисел здесь мат индукции не обойдешься потому что здесь мы имели место здесь у нас имеет место быть линейный порядок здесь у нас не нелинейный порядок в смысле нелинейный это вполне упорядоченное что ли множество короче говоря здесь схема следующая она из одного шага всего состоит не знаю надо ли его писать что индуктивное предположение следующее что для любого я тут не буду что это целые числа там писать сокращенно напишу что для любого n меньшего чем m имеет место p от n и вот из этого нам нужно доказать p от m то есть у нас есть предположение что для всех чисел меньших чем m вот это p выполняется и мы должны показать p от m ну вот в случае с простыми числами м можем сказать про m m может быть простым числом первый вариант да то есть m принадлежит p второй вариант когда m не принадлежит p m у нас больше единицы когда мы должны доказать что вот это так что что m это будет произведение там q q умноженное на l например при этом q и l тоже целые числа которые в свою очередь являются простыми либо произведением других простых чисел ну собственно я все сказал да потому что так как m у нас больше единицы да то вот из этого равенства следует что q будет меньше чем m l будет меньше чем m и для них обоих справедливо соответственно п это q из индуктивного предположения и l будет тоже истина вот так как п q истина п истина то есть q либо представимое в виде произведения простых чисел то же самое l простое либо произведение простых чисел тогда вот это произведение тоже будет произведением простых чисел но это уже как бы понятно получается таким образом мы доказали что все числа либо простые целые больше единицы либо произведения простых чисел вот такая схема обобщенной индукции очень активно используется в доказательствах различных алгоритмов их корректности в качестве n используется например сложность структуры у нас есть какое-то дерево скажем из трех элементов то мы вот буква n или n неважно все то что мы тут считаем это количество элементов структурами один элемент второй элемент третий элемент четвертый элемент пятый вот мы хотим доказать что есть некоторое свойство мы предположим для вершины а да п от а и мы как раз доказываем предположение что вот для поддеревьев п от а выполняется и соответственно там доказываем что вот не п от а а п от дерева например q а это м то есть п от q то есть так вот неправильно я взял п от а следует из п от q и п от m так и последнее чтобы вам еще следовало бы знать из теории алгоритмов в том числе это структурная индукция структурная индукция ну это некоторое такое простое обобщение вот обобщенной индукцией здесь вместо n и m используются непосредственно эти структур то есть она практически по моему должна отображаться вот как вот счетное множество отображается на множество целых чисел здесь то же самое то есть можно в обе стороны отображать как структуры то есть множество структур так и множество номеров соответствующих сложностям этих структур ну в принципе вот знания вот этой обобщенной индукции достаточно чтобы доказывать корректность реклассивных алгоритмов так вот пролог программы по сути говоря представляет собой схему доказательства по индукции один из вариантов пример такой классический именно обобщенной индукцией то есть вот эти все программы которые я здесь писал это по сути говоря метод индукции простой еще ну за исключением sorted тут у нас как бы две последовательности которые одна в одной наименьший элемент это пустой список во второй наименьший элемент это одна элементный список то есть как бы здесь два независимых доказательства строится а вот например если мы рассмотрим задачу быстрой сортировки уикса смотрю надпись будем считать что мы в школе я когда в школе учился у нас экспериментальный класс был то есть восьмом классе к нам пришел преподаватель Виталий Намерчий Гейчик какому я рассказывал он учился в Новосибирском государственном университете насколько я знаю у него нет степени кандидата наук но он просто посвятил себя именно преподаванию в школе так как он в Новосибирском государственном университете учился в 70-80-е годы это очень серьезное образование вот он к нам приходит в девятнадцатую школу она была очень мощная в смысле математики говорит давайте не будем мучиться а сразу же пройдем интеграл и дифференциальное уравнение мы такие шары выкатили да ничего страшного я вам объясню как все работает ну потратили мы там месяц или два ли вот такие занятия интенсивные и потому в принципе для нас проблем не было никаких то же самое численное даже математикой там у нас проекты были свои и физику как раз физика там кинематика начиналась динамика мы просто дифференциальное умение там решались ну и строили по крайней мере выписывали вроде как все понятно было так ладно быстрая сортировка значит вот это так кстати база индукции здесь довольно интересно получилось все таки пустой список отсортированный странно без этой вот она работать не будет следовательно я вам где-то соврал то есть вот где-то здесь я вам соврал нет тут же мы не можем сказать для минимальных какие здесь у нас минимальные элементы это простые числа по сути говоря то есть минимальные элементы в множество по отношению к вот этому умножению ну ладно сейчас посмотрим quicksort пустая сортировка xt вот номерович нас учил что вы не должны запоминать запоминать само доказательство вы должны запомнить запомнить принципы его построения вот узнаешь где-то у меня тут провал в принципах правда сейчас разберемся может быть так xt то есть не пустой список если мы сортируем получаем сортированный список а сортированный список это что такое он состоит из двух списков от сортированных списка с элементами которые меньше чем x от сортированного списка с элементами которые больше чем x и собственно самого x x нужно в середину вставить поэтому мы сначала его добавим ко второму списку а потом уже будем с левой стороны добавлять сортированный левый список так откуда из цел и сг берутся соответственно quicksort список меньших элементов мы его сортируем получаем отсортированный список меньших элементов очень удобно иногда программу с конца писать когда думаешь вот потому что хочешь достигнуть список больших элементов мы его сортируем получаем список больше об сортированном откуда берусь теперь и лыжи а это мы просто разделяем список т на два подсписка где попил попадают все элементы меньше чем x как x как параметр передаем и в же попадает элементы которые больше чем x отлично аппель как она у нас назвался вот она уже есть добавление списка к списку теперь осталось нам утиф разделение если ты входной список у нас пустой то тогда мы его делим на два пустых списка вот из него строится два пустых списка больше или меньше меньше x нам тут не важно если же он опять же не пустой тут пока поставлю l лес игры где говорит что-то получается у нас выделяем сначала и грех стоит y меньше ли равен x еще он попадает вот сюда на где-то он тут у нас есть теперь в этом списке так мы ты хвост нашего списка входного делим на два по списка и лжи теперь из них мы должны построить этот список да как y у нас меньше чем x он должен находиться в списке меньших элементов вот так уже его мне попадает в обратном случае в обратном случае то есть y больше чем x мы должны его подсоединить бежи так xl пробелом я так для себя отделяют то что на входе от того что на выходе а вообще в прологии может как бы нам уже говорил используется обозначение такие плюс плюс минус так тут не звонит начальник алло здравствуй здравствуй ага у нас такая проблема в том числе в свое время разговор был о том что только в детском году возможности уехать а 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 не я буду я никуда не поеду там все отменилось поэтому что можете а а а ну хорошо ну ну ладно хорошо ну ладно хорошо ну до сюда ну отлично меньше работает больше времени так продолжаем то есть плюс это значит что мы при вызове предиката в эту перемену должны конкретное значение положить ну то есть там либо числа либо там какие-то атомы списке и так далее атомов и других значений а минус значит мы получаем обратно ты должны передать переменные в качестве аргументов на самом деле нужно по всем предикатам делать это правильно даже так написать деф ты икс нужно кавил флэш получился жить вот так как бы обычно использовали еще кстати может быть его последний знак местные которые и конкретизировать и не конкретизировать эти два случая рассматривать ну все консалт буфер чем это делать а быстро сортировать quicksort в общем все работает тут как раз у нас доказательства схеме обобщенной индукции получается вот наш индуктивное предположение получается п получается п вот 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 там длина списка л понятно что длина списка л будет меньше вот длины вот этого списка и то же самое для для всех списков длиной равным длине жи которые меньше чем длина вот этого списка как минимум ну и дальше мы выполняем как бы цепь корректных операций и они нам приводят к этому с здесь база индукции для нулевого значения у нас мы ее уберем по программам у нас работать не будет почему потому что а ну тут все просто то есть этот P для всех списков меньше чем длина которых меньше чем длина вот этого входного списка в том числе и для пустых списков но для пустого списка у нас здесь нет конструктивной процедуры как собственно находить сортированный список то есть это к самой схеме индукции не относятся а это к схеме постановки задачи то есть схеме теории нахождения быстрых сортировок относится собственно я сам на свои вопросы ответил почему она здесь есть а в схеме этого нет мы как-то даже с моим руководителем академиком спорили на эту тему что говорит надо базу индукции указывать потом говорю как мы можем базу индукции указывать в этом примере с числами произведением чисел какая-то база индукции все простые числа ну это не совсем то поэтому то есть просто есть постановка задачи да в нем отдельно выделен пример с пустым списком остальные не пустые рассматриваются если мы потом доказываем так вот п от нуля оно очевидно будет меньше чем ну короче п от нуля это совсем уж частный случай вот это вот как раз индуктивного предположения вот так что у нас сколько заканчиваем сколько мы заканчиваем сейчас я посмотрю 13-0 была это сейчас 13-52 заканчиваем 13-45 отлично 14-45 это в политехии лапы отправлять туда же лапы 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 телеграмм кстати даже удобнее мне кажется не забывает канал создать спара у нас закончилась правильно даже 10 минут назад надо закончить вот для второй лабораторной работы значит вам нужно еще здесь перевести на русский язык то есть построить этот интерпретация декларативная процентурно там это метод시죠 это все есть но на следующем пару по подробнее это все покажу в принципе то что вокруг я вот это говорил как раз и есть пример интерпретации например декларативной интерпретации это первое что декларативная интерпретация она показывает истинность утверждения. Например, что длина пустого списка равна нулю. Вот такая декларация. Второе правило согласно этой интерпретации или этому стилю будет звучать так, что длина не пустого списка на единицу большей длины его хвоста. Это декларативная интерпретация. Если же нам нужна конструктивная, то есть процедурная интерпретация, то здесь идея такая, что у нас лент или вот этот заголовок правила это некоторая задача. Она состоит из подзадач. Для того, чтобы решить эту задачу, нам нужно решить вот эти задачи. Если где-то есть варианты, то они просто какие-то отдельные варианты, обозначенные какими-то ограничениями рассматривать. То есть, если у нас не пустой список и при этом y меньше x, то тогда результат получается вот из этого. Плюс вот эта конструктивная процедура создания списка. Вернемся к этой теме. Процедурная интерпретация первого правила в принципе совпадает с декларативной. То есть, просто если на вход подали процедуры нашей пустой список, то возвратить 0 в качестве результата. Если список не пустой, тогда найти длину списка, длину хвоста и потом результат. Это будет длина хвоста плюс единица. Ну вот с in тут красиво не получится проинтерпретировать, но вот с append, например, декларативная интерпретация. Добавление пустого списка к какому-либо, ну к списку L, да? Мы его и получим, этот список L. Без обозначений тут, кстати, трудно будет на русский перевести. Если слева добавляемый список не пустой, то результат добавления первого списка ко второму, это есть результат добавления хвоста первого списка ко второму списку с добавленным с левой стороны элементом головой первого списка. Вот тут текст довольно длинный получается. А процедурная получается следующее. Если во входных значениях левый или там первый список пустой, то в качестве результата вернуть второй список. Вот для того, чтобы найти объединение первого списка, который является непустым, и второго, надо сначала найти объединение хвоста первого списка и потом к нему добавить X. То есть, ну, практически здесь тоже совпадает немножко. Но вот есть такие предикаты, где вот разница там чувствуется, действительно. Вот по идее, когда вы хотите лабу сдать там, ну, или проверить правильную программу, написали на то, что вы тестируете, чтобы она понимаемая какая-то была. То есть, надо эти интерпретации в комментариях написать. Что? А, это первая лабораторная. Интерпретация, лабораторная, работа номер два в списке. То есть, вы реализуете два отношения из индивидуального задания в виде правил и фактов на языке пролог. Ну, сформировать. Ну, раз, возьмем. То есть, вы делаете либо два простых задания, либо одну сортировку. Кому, что больше нравится. Ну, а если же вы хотите действительно изучить пролог, вам, ну, желательно сделать 75%. Либо делать до тех пор, пока вам не будет понятно, как все это работает. Ну, давайте возьмем быструю сортировку в стиле пролога. То есть, мы два примера уже рассмотрели, да? Вот, получается append и int. int 2, да? И append 3. Ну, это вот чисто операция над списками. Теперь быструю сортировку. Посмотрим. QuickSort. Отношение. Такое. То есть, когда вы программируете предикат, то вы должны сначала задать, что значит тот факт, что он истинный, да? Вот это что означает, что? Как S и L связаны отношением QuickSort. Вот S. Is. Так, там правильно будет по-английски там. Сортер. L. То есть, хотя, в самом деле, есть несколько способов сортировки может быть одно и то же. У нас есть два значения. А если они различимы друг с другом, то можно местами переставить их другой вариант сортировки. А если они различимы, то это единственный способ сортировки. Смотря как мы смотрим на вот это, должна быть какой-то артикль либо L либо Z. Но, предположим, они неразличимы. С другой стороны, если мы указываем тот факт, что S было получено именно при помощи алгоритма быстрой сортировки, тогда мы тоже здесь можем указать QXSorted L. То есть, если L является быстро отсортированным S, тогда QXSorted является истинным. Ну, либо наоборот, можно рассуждать, что S должен быть быстро отсортированным L. И вот от этого уже плясать в дизайне вашей программы. Например, если L у нас пустой список, то очевидно S тоже будет пустой список. Если же L не пустой список, то у него, понятно, можно голову отрезать и получить хвост. Что мы теперь дальше делаем? Нам нужно вот это T разбить на два подсписка. С элементами, которые меньше, чем X и с элементами, которые больше, чем X. Ну, девайк пускай называется. Отбиваем T по отношению к X на два подсписка. То есть, элементов, которые меньше. Ну, там лес, да? Игорь и это в упомниле. Сократим до L и G. Теперь мы их быстро сортируем. Быстро сортируем L, получаем отсортированный L. И быстро сортируем G, получаем сортированный G. Ну и дальше у нас любимая наша операция Append. Мы должны сортированную списку элементов, которые меньше, чем X, добавить сортированный список элементов, которые больше, чем X. Но не забыть при этом... А! Получится результат сортированный список. Не забудем про наш X. Мы должны его внутрь вставить по центру. Ну, в принципе, основной алгоритм сделаем. Теперь осталось G. Если вот этот T у нас пустой, то неважно какой X, мы из него получаем два пустых списка. То есть здесь логика какая? То есть списки с элементами меньшими, чем X, ничего нет. И в списке, которые больше, тоже ничего нет. Потому что в списке вообще ничего нет. Иначе... Опять же, список можем у него отрезать какую-то блогу у Y, например. T. Здесь у нас X. Тут пока я опускаю два аргумента, да? При этом что получается? Y меньше, чем X. То есть операции меньше, больше, меньше равно, больше равно в прологии. Выполняется каким образом? Сначала вычисляется левый и правый аргумент, как арифметическое выражение. Если они могут быть выполнены, вычислены то есть. И в случае удачи потом уже сравнивать просто два значения. Ну, согласно этому выражению. Согласно отношению. Так, описательный знак. То есть Y меньше, чем X. То есть других вариантов обработки случая, когда список не пустой и Y меньше, чем X, не существует. Так, и нам теперь нужно T разбить. T мы разбиваем по отношению к этому X на два списка. То есть это будут элементы. То есть в L попадает из T все, что меньше, чем X, а в G то, что больше, чем X. Ну, теперь мы из этих L, G и Y должны построить результат. Значит, так как Y меньше, чем X, мы должны его поместить вместе с L. L здесь будет Y. Ну, G сохраняется. Ну и аналогично для случая обратного. Ну, кстати, давайте пока мы уберем этот списательный знак. Y больше или равно. Вот это не то же самое, что вот это. То есть прология иногда используется. Поэтому только так пишется. Больше или равно. То есть, видите, получается у нас три правила. И в каждом правиле ограничения на первый аргумент не пересекаются с другим правилом. У нас пустой список. Это значит не пустой список. Но в нем голова меньше, чем X. А это не пустой список. У него голова больше или равна X. Ну вот. Ну все. Консалт буфер. Что там? QuickSort. 4. 4. конечно надо поэтому не получилось неправильно эти 487 это обычная программистская невнимательность и копипаста злая копипаста теперь работает продавите он теперь ждет еще одного решения вам естественно не находит поэтому здесь должны ну вообще говоря вообще говоря здесь отката не может существовать потому что такая структура горит мы должны есть более сокращенные варианты даже вот так можно поставить сразу же получается то есть здесь мы отключили фактически перебор и программируем уже просто в стиле там язык оси но с средствами проводности но перебор здесь только по вертикателю сравнению структур специальный знак можно здесь использовать для того чтобы например убрать это что то есть если мы выполнили для y меньше чем x вот это вот разбиение то точно нам не надо это выполнять и обратно если игре больше равно x тогда это будет ложное высказывание и он перейдет сюда в гифы при помощи сечения мы занимаемся управлением логическим выводом вот другой интересный пример это бабл сорт сортировка пузырьком самая прикольная программа как проводы существует на входе у нас список кельда здесь у нас сортирована список пробуем в эль поменять два рядом стоящих в неправильном порядке элемента и получим например и получим например кеначу букву есть ну-ка если нам это удалось кстати не знаю на торпель не является сортированным до сортируем дальше к бабу сорт к конце концов мы должны получить сортированный список с если же нам не удалось или найти два рядом стоящих неправильном порядке элемента значит эль уже является сортирован или слабо программировать x y y x я местами меняю в том случае ну например если y у нас оказывается меньше чем x но это ведь если два элемента стоят в голове мы можем поменять может быть так что они находятся где-то там в глубине поэтому мы тоже вариант должны посмотреть swap y t ну тут можно принципе так поставить правда вот этот устоятельный знак значительно меняет суть этого алгоритма ну да ладно но при этом полнота останется то есть yt yy новый ты вот внутри тему схваткиваем слаб и новый ты консал пуфер бабусок он то же самое решение сложность сортировки пузырьком исполнение его не намного оказалось меньше чем быстрые сортировки вот можете такую сложную задачу взять например сделать сортировку с влиянием я сам даже помню пробовал даже программировать есть еще интересная сортировка называется перебором мы делаем перестановку исходного списка и смотрим от сортированный список или нет перебором с�� опер турию сейчас перебором предположим пустого списка перестановка есть пустой список список не пустой опять отрезаем голову получаем п перестановку для этого перестала переставляем получаем можно ты один называть и теперь у нас п такой что если удалить x сп мы должны получить р ходе давать смысл об этом экспериментировали на в обратную сторону запускать бель удаление элемента из списка l сразу представим и положим и смогло и находить здесь у нас хвост за получаем хвост если из этого списка в котором в начале стоит пыляемый элемент его удалить то мы получим хвост иначе если он не в голове находится когда мы его сохранить попробовать убить x хвосте обратно восстанавливаем получаем эры так как крест остаток после удаления до удаляем пикс из ты получаем дель проверим то есть удалить например на единицу списка два три одинки . мы получим 2 4 5 2 4 5 можно писать что мы можем удалить из него что результате получится удаляем 2.4 1 5 4 2 1 5 и так далее ну и тут самый пример предположим здесь 8 в принципе неважно какой должен быть список к чтобы удалить из него единицу что в результате получился 2 4 1 5 9 вот теперь все возможные списки генерировать помещает тройку в разные места ну вот там салбуфер перебывающим карат тоже бы еще установка 1 2 3 что результате получается 1 2 3 2 1 3 2 3 1 ну и теперь это сортировка перестановка perturbation sort исходный список как можно сортов теперь запрограммировать ну при помощи того же слабо на с если в нем невозможно переставить было про неправильно стоящих списка элементов с почерк сорт в этот как бы такое проявление интеллекта я на самом деле конечно больше имеем дело с алгоритмами поиска с возвратом но тем не менее в результате работе работы этих алгоритмах мы получаем некоторые последовательных действий артурбейшн сорт чего там у нас одной список на котором мы жестко экспериментируем решение там 2 4 5 7 8 но можно сорта хотя можно его запрограммировать без использования как бэкслэш плюса в принципе это почти то же самое что вот это будет запрограммируем пустой список является сортированным у нас есть голова сыгрик на элементный список тоже отсортированы теперь есть списке больше двух элементов x y миншу ли ровно y 40 саги грик ты сигарет же может быть других отношениях состоять с элементами которые от него находятся с правой стороны должны забывать в принципе это тоже самое здесь вот этот что через вап его определяет иртур больше носить искать на знак поставим он просто вот эти решения это не там что-то поспешил здесь был здесь он не спрашивает ничего ну вот можно чуть попроще еще примерно смотреть определить сумму отрицательных элементов списка стоящих на нечетных местах прикольная штука давайте сначала решим задачу сумма списка элементов списка на нечетных местах про тут вопрос сразу же откуда считать сам элемент он вот places в английском even это четный идея там смысловая такая что это совпадение от это типа плохой несовпадение что вот обычно используется в такой обыденной речи там всяких сказках не только в математике нечетная сумма элементов стоящих на нечетных местах будем считать положим сначала списка то есть у нас есть список а там единица когда-то она как раз с вот если у нас список например один было два трипска тогда 2 из он находится на нечетном месте он что и список сумма равна нулю программа не писал никогда как моя сейчас скорее что там надо бы что-то сокращать x 0 x на чем на нечетном месте стоит он крик там x мы второй элемент игнорируем потому что нам не нужен сумме конечно еще равняется с есть конце с из с и м плюс 1 крем это что такое это сумма стоящих нанесет на месте элементов в списке т на синкутом рейбл x то есть x плюс сумма хвосте а плюс один то зачем тут нейронная матрица мои головы работает трудно объяснить почему туда что вставлять сумму вот 13 то есть это 2 плюс 3 5 плюс 8 и 13 обратную сторону уже не запустишь потому что уравнение вот эти в обратную сторону парламент не умеет решать ну так то конечно понятно просто проверить то есть если с конкретизированное значение то x плюс n вычисляется и из будет истины в том случае если полученный результат вычислений совпадает с с а если с пустой то в него записывается результат вычисления мы тогда рис будет точно навсегда истинный ну и третий вариант это если внутри выражения есть китар не конкретизированная переменная то будет ошибка называется инстанте еще ошибка инстанте ровно то есть представление термо даже термо стопору обозначающий некоторый объект число на это было шутка может все это число игнорируется вот если здесь поставить y то вытушит как раз инстанте шинер аргумент софишенки инстанте или с не полностью конкретизированную переменную так и теперь что она там нужно сделать сумма отрицательных дополком было отрицательных элементов списка стоящих на нечетных элементов вот осталось тут ничего получается вот это правило разделить на два подправила случае если x у нас меньше нуля тогда было суммируем иначе если x больше нуля то мы его не добавляем сейчас по идее должен быть получится у нас исходная 0 минус 3 еще одно решение не знаю когда это можно убрать отсюда сингута мы убрали его нигде не используем минус 13 так как тут чем можно сократить еще ну есть у нас промелькивал так что на и основе можно построить конструкцию следующего вида открывается скобка x больше нуля меньше больше равно 0 тогда y равно нулю иначе y равно x так запятая тут вместо икса игре вставляем просто на второе правило можно убрать операция expected 186 9 оператор экспектов ожидается оператор чё-то мы забыл наверно я им довольно часто пользуются может быть это с арифметикой сочи но у мальчиш или наоборот это кругов не может а вот он такой ссори даже по-другому теперь сверху то есть по сути получается что структура вот такого вида некоторые условия на самом деле программирует следующим образом жи она заменяется сюда не продикат то есть не правило это вот просто по-другому переписанная вот такая конструкция жи запятая восклицательный знак т или е или же еще можно так переписать чтоб еще понятнее было то есть жи т или бэкслэш плюс жи запятая е ну это т это зен то есть если жи то выполняется вот эта часть т иначе а здесь точка запятая иначе выполняется е часть ну нужно это для того чтобы какие то уж совсем примитивные такие вот вещи записывать коротко и не делать для них отдельное правило как собственно вот эти скобки то же самое что у нас со временем сейчас творится одиннадцать пятьдесят пятьдесят восемь одиннадцать часов фактически пара заканчивается в одиннадцать сорок да вы можете самостоятельно поработать можно хотя нет лучше на следующий парень рассмотреть это символик хотя ладно какая разница очень быстрее символик дифференциейшн символьное дифференцирование будем искать производные выражения если не устали конечно так планшет уберу нам совсем не понадобится надеюсь эти провода сейчас конфигурируем нам хочется например чтобы некоторые предикат d выражение например синус x квадрате плюс y нашел частную производную переменной x в результате получилось самую производную сейчас конечно он ничего не знает продаем но мы ему объясним начнем с самого простого да то есть производная из икса по икс у нас равна единице если атом x то есть x это атом что такое это примеры x там y j например единиц по-моему сюда не подходит сейчас проверим атом от единицы атом вообще неделимый значит эти фолс атом j true есть атомик атомик от единицы это что-то неделимое включая цифры и числа 1 е минус 90 степень так другого способа найти производную xpx не существует поэтому статный знак мы ставим rd y по x 0 и тоже у нас должен быть атомик атомик тут нам понадобится y ну x мы на автомарность проверять не будем потому что ну там по идее надо бы конечно написать атом атом вот x особого смысла нет потому что производные где вот в этом параметре стоит выражение он все равно не сможет найти поэтому короче говоря он выведет то есть если найти производную можно да x является то есть будет при постановке атом выдавать вот этот атом будет выдавать истинное значение то есть его товарность будет следовать из того факта что мы нашли производника то есть лаконично так сказать так если y не совпад что y не то же самое что x хотя этот восклицательный знак уже этот вариант исключает ну ладно теперь находим производную из x в квадрате ну или из классов выражений которым принадлежит x в квадрате то есть x в степени x в степени n точнее не x а e e это expression некоторое выражение находим производную по x то что получается n1 а не так там же что там 2 на 2x получается n умноженное на e степень n1 и умноженное на производную из e d производную из e все правильно когда мы эти примеры рассматриваем x квадрате там и так далее нам не нужно находить производную из x а потому что она на единице здесь мы программу пишем поэтому должны наиболее общий случай рассматривать то есть вместо x а где стоит какое-то более сложное выражение в этом случае мы естественно должны из него находить производную это суперпозиции функции да из суперпозиции функции так что такое n1 из n минус 1 как теперь найти d e d e это производная из e из e находим производную по x получается d e найти например производную сейчас мы это не найдем конечно но из какой мы уже можем найти производной конструкции ну ли должны были на а ну да про плюсом ничего не знаю к плюсу берем 2x степени 1 умножить на 1 идет в качестве дополнительного задания кто хочет может написать на прологе редуктор выражений то есть мы нашли производную и потом должны сократить выражение права у меня в методичке правда есть пример описание в одной из методичек так надо d теперь сумма да u плюс v вспоминаем x это будет du плюс dv этот пробел между предикатами не стал бы чтобы место они меньше занимали по вертикали что такое du и dv ну соответственно производная из первого и второго слагаемого исходного выражения то есть производная из у по x это у нас du производная из v по x это будет dv ну и сразу же можно научить прологу находить производную у минус у минус в у минус в по x это будет d u минус dv ну здесь можно скопировать вот это тело да а мы сейчас мы же все таки интеллектом занимаемся мы ему рассказываем что на самом деле из разности производная находится аналогично аналогично как из суммы вот d u плюс v по x это будет du плюс dv то есть написал что находя производные из у плюс v да то есть мы свели задачи короче грех предыдущий при этом мы естественно получаем сумму но результат мы ее переделываем на разность ну теперь можем второе выражение из него производные ведь что получается как классно y в степени 8 степени 6 здесь умножить на много страны как случилось теперь произведение да у на в у x также аналогичному частного объясним что это у нас у да я тут неважно значит du на v плюс dv на u аналогично тут же можно скопировать ну и деление уделить на v по x здесь еще хитрее dv минус dv у все это деленное разделить а то смотря как мы хотим представить да либо в на v либо в квадрате ну пускай будет в квадрате что такое dv и dv у это результат он исходит из результата нахождение производное произведение у умноженного на v у x в dv плюс dv плюс dv то есть в dv в dv попадает dv умноженное на v кусок выражения а в dv попадает кусок выражения dv умноженное на u а вот этот плюс и вот этот плюс это вот одно и то же теперь можно попробовать разделить на y в седьмой степени или в седьмой степени в квадрате у нас это задача с синусом разобраться да синус x квадратик плюс y пока мы ничего про него не сказали тут кстати мы везде можем наставить восклицательных знаков первообразная все равно наша программа находить не будет эффективно то есть в обратную сторону решать задачи она не будет потому что она сможет найти первообразную скажем вот из этого выражения не проблема но чтобы его в таком виде представить нужно запускать переборный механизм поиск ширину причем это тоже не будет эффективно реализовываться мы смело можем искусственные знаки поставить каждый из этих знаков означает что мы производные можем найти только одним способом ну и по факту дифференцирования да это же оператор он из функции получает функции причем только из одной одной может получать сейчас я тут на звонок отвечу что не возражаете алё да 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 пока так я онлайн и ген функции на теперь нам понадобится вот такая конструкция которая преобразует скажем синус от x она должна преобразовать в такую штуку синус x я постоянно забываю вот эти синус x получилось и в обратную сторону то же самое можно делать когда у нас есть синус x конструкция мы хотим построить терм из этого синус x получился d из некоторого выражения e x пока мы ничего не трогаем e представим вот в таком виде значит e что-то у нас равно . здесь и аргумент 1 аргумент то есть само значение функции нам не важно мы вот вот этот список мы не можем сразу в голову поставить ну потому что нет таких синтаксических структур в прологии поэтому вот берем эту переменную и потом ее уже здесь анализируем вот только в этом случае мы можем уже дальше говорить о том что мы занимаемся преобразованием так на что мы делаем пусть у нас пусть у нас база данных функций точнее производных из из е мы получаем производную из функции в виде выражения вот это не д е ладно пусть будет д е называться я не совсем правильно это в общем мы взяли функцию и нашли производную из функции вот результат на что будет д е умноженное на д а тоже суперпозиция то есть производная из а по x это да все практически осталось что-то нам позу данных функций задать производная синус от выражения е так же что угодно не просто x стоит чем бы 8 1 8 и проверим работают косинус x квадрате плюс и крик умножить на производной x квадрате замечательно но те остальные функции можно также набить призводная косинуса это будет минус синус только единица на е естественно логарифм натуральный здесь у нас скажем экспонента соответственно экспонента всякие тангенсы можно не были не помню вас симус косинус логарифм чаще есть если косинус y плюс x например плюс минус синус в общем тут редуктор не хватает хорошего так чему мы все в случае рассмотрели то есть произведение в степень сложения не читая степенная функция эти функции вроде все что по идее степенная функция тоже можно было бы описать в таком вот виде маленький убыт все смотрелось тем более там аргумент это два у меня получается здесь за нее отдельно надо было писать такую конструкцию вот если вопросов нет то можно в принципе пару закончить и и Продолжение следует...